Продолжение следует... Взаимодействие, которое мне хотелось бы рассказать, это та модель, которая может быть адаптирована и в дошкольные образовательные учреждения. Если представить ее как единый технологический процесс, то можно представить стоящий на трех слонах. Это сетевое взаимодействие, это сопровождение и это социальная ответственность. Говоря о первом нашем слонике, о сетевом взаимодействии, хочется сказать следующее. Вообще само слово взаимодействие, оно подразумевает, что все участники этого процесса равно воплечены в него и все нацелены на результат. И в рамках взаимодействия издательство ДРАФА, в свою очередь, сотрудничает, начиная от содержательной части реализации государственных программ образования, привлечения лучших умов для создания продукта, который будет интересен нашим детям и мотивировать их на обучение, с органами управления образованием, с учреждениями дополнительного профессионального образования в части повышения квалификации педагогов, с образовательными учреждениями всех типов, в том числе с дошкольными образовательными учреждениями. Ну и последнее идет по списку, но первая подзначимость – это взаимодействие с семьей. Потому что что, в принципе, для нас самое главное, да, если вот о школе говорить, например, чтобы ребенок, изучая определенную тему, хотел перелистывать страницы, двигаться дальше не потому, что ему сказали так сделать, и он просто послушно выполняет команду, а потому что ему самому интересно приоткрыть эту завесу и понять, что же ждет его дальше. В рамках сетевого взаимодействия, естественно, немаловажным фактором является и поставка учебной продукции для комплектования библиотечных фондов образовательных учреждений. И это как раз на данном этапе относится к тем представителям, которые здесь являются представителями начальных классов. Сейчас все вы знаете, что в рамках приказа 247 утверждается новый перечень, проект которого уже был выложен 11 марта 2014 года. И когда я готовила этот слайд, и он еще не был известен общественности, и мне хотелось сказать вам о том, что издательство обладает всеми компетенциями для того, чтобы в наши учебники в этот перечень попали, а именно обладает линиями, реализующими принципы преемственности и вариативности, и принадлежащими совершенно предметным линиям, имеющими все электронные приложения, методическое и дидактическое сопровождение. И вот теперь, уже сегодня, уже 20 марта, хотелось бы вам сказать, что вот в том представленном проекте, который сейчас уже у нас имеется, мы не только включили свои самые известные учебники, которыми очень давно и успешно пользуются учителя, но и привнесли новую систему, систему диалог, о которой сегодня уже говорили мои коллеги. В 296 позиции федерального перечня, 22% всего объема федерального перечня занимает издательство. В рамках этого нового перечня продолжается реализация и принципов вариативности, пожалуйста, на слайде схемы комплектования библиотечных фондов для начальных классов. То есть специально для библиотеки, для учителей, которые сейчас занимаются комплектованием заказов, мы разработали готовые схемы по тому, для каких-то классов вы можете выбрать свою продукцию. То есть несмотря на то, что, да это не секрет, перечень сокращается, мы по-прежнему готовы, имея все возможности, предоставить вам учебники по всем предметным областям. И особо обращая внимание, что выбирая учебники сейчас, допустим, в первом классе, вы можете быть уверены, что потом при переходе из четвертого класса в пятый, а дальше уже из девятого, десятого и одиннадцатого решена проблема преемственности, и у детей не возникнет конфликта, что у них идет разная методика или разная подготовка. То есть мы всегда учитывали и всегда работали над этим вопросом. Помимо того, той информации, которую мы можем вам дать о том, что закупать, мы можем также являться вашими помощниками и всегда предоставить информацию о том, каким образом это делать в соответствии с имеющимся законодательством. Поэтому здесь, опять же, обращаю ваше внимание, вы всегда можете связаться с представителем издательства, который предоставит всю интересующую для вас информацию. Говоря о следующем нашем С, социальная ответственность, хочется сказать следующее. В принципе, это тот раздел работы, который является естественным направлением для любой компании, которая не все равно, что происходит вокруг нее. Мы, являясь такой компанией, являясь социально ориентированной компанией, всегда приходим на помощь педагогам, регионам, которые нуждаются в каких-либо учебниках, в помощи, в финансировании. То есть здесь мы приходим на помощь регионам, оказавшимся в черепчатных ситуациях. Мы поддерживаем молодых педагогов, ведем их методически, сопровождаем, готовы круглосуточно, вон, на телефон горячей линии, оказать поддержку, которая вам нужна. То есть здесь мне хотелось бы на что обратить внимание, чтобы вы видели нас не только создателей продукции, но и своих помощников. Ну и подходим, в принципе, к нашему последнему слонику, это сопровождение. И здесь хотелось бы представить его в виде трех кругов. Это система методических мероприятий, это микроактивные формы и печатные справедливые материалы. Вот если говорить так схематично, то вот там на пересечении этих кругов складывается тот, та прекрасная ситуация, и та комфортная для учителя ситуация, и для воспитателя, когда он обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы спокойно и уверенно выстраивать образовательный процесс. В рамках сопровождения хотелось бы сегодня представить вам один из инструментов, который помогает учителям, и представить его на примере информационно-методической платформы Драфару. Здесь, далее, у меня следуют слайды, на которых показано, каким образом учитель или воспитатель может работать с нашим слайдом. Но так как сегодня у нас с вами есть Wi-Fi, ему нужно открыть браузер, то, наверное, лучше будет, если я просто покажу вам, каким образом можно с этим работать непосредственно на практике, потому что это будет лучше любых слайдовых сопровождений. Заходим на сайт Драфару. Благо, у меня есть еще пара минут перед обедом, потом мы все сами отправимся вкушать вкусную пищу. Смотрите, сразу, например, я захожу в раздел «Я учитель», и там это методическое сопровождение, о котором я говорила. Методические программы к нашим линиям, авторская методика к нашим линиям, и наиболее полезный для педагога раздел «Обмен опытом». То есть вы заходите в данный раздел и выбираете линию УНК или раздел «Образование», который вас интересует. Ну, не знаю, например, давайте откроем, допустим, 5-11 класс «Бабайцы». Посмотрите, вот я представляю список того, что сейчас имеется на сайте к этому комплекту. Все эти материалы можете скачать бесплатно, потратив всего лишь одну минуту на регистрацию. То есть, на самом деле, иногда нас конкуренты спрашивают, не сошли ли мы, собственно говоря, с ума в издательстве ДРАФА, и зачем мы выкладываем всю эту информацию в интернет, если можно ее продавать за деньги. На самом деле, подход очень прост. Это не сумасшествие, и это на самом деле... Ну, в общем, мы даем нож и вилку к основному нашему блюду, к нашим учебникам. Потому что наша задача не просто предоставить вам продукцию, но и сделать так, чтобы вам по ней было удобно и комфортно работать. Помимо этого, на сайте также представлены электронные приложения к учебникам, входящим в федеральный перечень. Это является обязательным условием вхождения учебника в перечень. Соответственно, электронные приложения каждому учебнику вы можете скачать также бесплатно на сайте издательства ДРАФА. И в качестве представления одной из линейок, представляющей как раз печатное сопровождение педагога, является новая серия диагностики результатов образования, которая, обращая внимание при свете начальной школы, для линейки начальной школы уже подготовлена, вы можете приобрести ее в магазинах вашего города. У меня еще было несколько слайдов по системе диалог, но, честно говоря, коллеги уже сегодня сказали, ну, практически вот нечего добавить на самом деле, поэтому завершить хотелось бы просто контактами, потому что самое главное, чтобы мы с вами всегда оставались на связи, потому что для нас важно то, как вы оцениваете нашу продукцию, как вы оцениваете работу с ней. Мы не остаемся глухи к вашим отзывам и совершенствуем свою работу, поэтому все предложения, все отзывы всегда смело направляйте в издательство, вы можете рассчитывать на нашу поддержку в любой ситуации. Спасибо. Спасибо. Спасибо.